Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, для начала, в общем-то, я думаю сказать, почему мы с Юрой так тесны во взаимоотношениях наших партнерских. Юля, очень рада вас видеть. Ну, хотя бы еще и потому, что центр «Моя карьера», он специализированный центр, новый, достаточно молодой. И, возможно, не все из вас знают, чем мы занимаемся. И мне хотелось бы в двух словах рассказать, что, на самом деле, ключевая цель моей карьеры – это изменение и влияние на благосостояние, на качество жизни социально незащищенных, социально нуждающихся москвичей. Но при этом, естественно, в нашей зоне внимания, ответственности и, я бы сказала, желания видеть в наших стенах социально активных людей. Те, кто нацелены на вот то как раз влияние на качество жизни, потому что мы прекрасно понимаем, что просто одно учреждение не в состоянии это сделать. И мы опираемся на вас, как на наших партнеров, потенциальных партнеров. Я не хочу сказать клиентов, а как раз вот тех людей, с кем мы вместе можем добиться той цели и изменить состояние, не очень социально благополучное состояние большого количества жителей города Москвы. Поэтому в центре внимания москвич, человек, у которого, возможно, есть скрытые возможности. Мы помогаем эти скрытые возможности выявить. Есть сформированные запросы и потребности на то, чтобы себя определить, в какой части нынешней жизни он может себя реализовать. Поэтому в карьере предоставляется возможность очень много сервисов, очень много проектов. Когда человек может прийти, неважно, какого он возраста, подросток, молодой человек, пенсионер, для любой категории есть возможность прийти, понять свой профессиональный статус. И для этого у нас есть консультанты, эксперты, психологи, которые помогут это определить. Понять, опять же, скрытые свои возможности и куда можно себя приложить как социально значимого человека. Не только профессиональные компетенции, но и свои социальные причастности. И у нас есть несколько проектов, мы их называем внутри, как спецпроекты. Это «Прокачай карьеру». И здесь могут прийти, еще раз повторяю, как подростки, молодые люди и люди в возрасте, и могут себя понять, посмотреть, получить консультацию, получить какую-то компетенцию, которую еще сегодня не имеют, но понимают, что в этой жизни она может пригодиться. «Карьера» реализует такой проект, как «Помоги маме устроиться на работу». И здесь мы поддерживаем и оказываем консультационные услуги для мам, находящихся в декретном отпуске, многодетных мам. Те мамы, которые в какое-то продолжительное время находились вне работы, только в семье. И для них сейчас очень сложно выйти за рамки семьи. И мы помогаем таким мамам, мы вместе с мамами с этими создаем проекты, создаем мероприятия. И они вот у нас уже здесь, в наших стенах, делают первые шаги во внешнюю жизнь, будем так говорить. У нас есть проект «50 плюс». Это проект ориентирован на тех потенциальных пенсионеров, или тех ранних пенсионеров, или уже тех, кто на пенсии. И вы знаете, что… Кстати, я хочу сказать, что мы совсем вдруг, потому что коллектив молодой сидит. Еще в феврале месяце я по долгу службы была в Эстонии, и мы были с директорами, педагогами школ на стажировке. И смотрели школы, и слышали, что Эстония, поскольку она на стыке бывшего советского пространства и сейчас европейского, она все время так рвется показать себя, что она ближе к Европе, и поэтому их Министерство образования каждый день буквально вводит какие-то новые инициативы, европейские инициативы, в школьное образование. Поэтому мы по-разному слышали отклики от педагогов, они говорили, нас лихорадит, мы каждый день ждем, что нам упадет что-то новое, и мы должны это реализовывать. И вот директора, практически 60% директоров, с которыми мы встречались, они говорят, вы знаете, вот действительно очень много нововведений, но к этим нововведениям больше и открытые, и они более адаптируются, более гибкие люди, возрастные. Потому что сама жизнь уже вот их настроила на то, что надо успевать, надо в этом пространстве найти свое место. Поэтому быстро все хватает на лету, начинают это реализовать, опираясь там на свой опыт или его отсутствие, но тем не менее что-то делают. Молодежь, она более тяжелая в этом случае на подъем. Я говорю, почему вдруг? Ну потому что, знаете, молодежь избалована вниманием, они знают, что у них еще все впереди, здесь не получится в другом месте, приложусь. Ну и потом, что я столько времени зря учился, когда я тут, я и так, мне надо бы еще вот то, что у меня есть, я тут уже гений, потому что я случился. Я ни в коем случае не иронизирую над молодежью, и это, я всегда поддерживаю эту позицию, потому что мы в первую очередь, мы все гении, потому что мы вообще в этой жизни, каждый по отдельности имеем что-то, уже родились, и это счастье для всех. Потому что мы все подарки судьбы. Так вот, именно поэтому мы хотим, чтобы у нас люди пожилые и не пожилые 50+, тоже получили вот ту возможность найти свое еще собственное назначение. Это вот третий проект, про который я говорила, сейчас я еще загляну. Проект дополнительных мер по повышению, он так вот называется, поэтому позвольте, мы его называем между собой проект по борьбе с бедностью, но это при том, что вот как раз по повышению доходов тех незащищенных московских семей, у которых очень низкий достаток, не соответствующий необходимому уровню жизни, и поэтому на эти семьи мы ориентированы, мы эти семьи выявляем. Если они к нам сами приходят, мы очень рады им помочь, создаем все возможные и невозможные услуги, которые позволяют этой семье, в общем-то, найти для себя место также вот в этом трудоустройстве, в этом пространстве, в рабочем пространстве, где можно устроиться на работу и повысить свой достаток, и перейти в другой социальный статус. Есть у нас, конечно же, такой проект, как «Доступная работа», это проект для всех, еще раз повторяю, мы здесь помогаем людям определиться с тем, что внутренне, даже морально понять, есть у нас профессиональные консультанты, профориентационные, которые помогают определить внутренние ощущения, где я сегодня нахожусь, как я себя ощущаю, куда я готов идти, и это тоже позволяет приобрести какие-то профессиональные навыки. Ну, то есть, я говорю, я про карьеру могу говорить очень много, лучше, если вы сами придете, пройдете все наши сервисы, и эти сервисы вам помогут определиться и понять, если есть в этом необходимость, но даже если в этом необходимости нет, все равно приходите, чтобы себя понять, это никогда не бывает лишним. И, собственно, вот то, о чем у нас сегодня с вами прекрасный повод поговорить об этой великолепной книжке, которая называется «Сто причин стать волонтером». Я действительно ее считаю уникальной и объясню, почему. Но, опять же, по долгу службы я очень давно в некоммерческом секторе, очень давно занимаюсь развитием сектора, и в том числе, естественно, волонтерство добровольческого движения в разных ипостасях, и как реализатор, и как эксперт по оценке таких проектов, и как эксперт по заявкам. Поэтому я вам точно могу сказать, что очень много книг и публикаций по волонтерству с 92-го года опубликовано. И сейчас уже это на уровне учебных курсов внедряется в некоторых вузах. Ну, то есть вот публикации, которые, начиная от уже учебных пособий и заканчивая руководствами, как создать волонтерскую группу и как эту группу вести, вплоть до дистанционных курсов. И формат таких публикаций, он тоже очень разный. Начиная от лекций, расписанных сценариев по тренингу и заканчивая тестами. И я не хочу сказать, что все эти публикации, все эти книги недостойны внимания. Нет, ни в коем случае. Они действительно все интересны, они действительно позволяют получить ту информацию, которую необходимо знать тем, кто занимается этой темой, кто занимается некоммерческим сектором. Но при этом уникальность этой книги в том заключается, что это не занудные рассказы о волонтерстве, о добровольчестве. Это такое живое освещение 11-летней жизни, не то что отдельно взятой организации, а отдельно взятых людей. Здесь интервью и дискуссия, и истории, и хроника. Здесь 11 лет кейсов успешных, результативных, менее успешных. Я вообще считаю, что неуспех – это еще может быть больше кейс, чем успешный. Но при этом они разные, они от разных участников, они от тех, кто стал объектом для волонтера, от тех, кто был непосредственно волонтером, от тех, кто продвигает эту идею, от координаторов. То есть это вот такой живой рассказ. Эти кейсы, пусть, я не знаю, кого-то может быть это испугать, что тут просто разные учреждения. Но на самом деле эти учреждения, они вроде похожи по своей значимости, но они очень разные как раз по тем историям волонтерства, которое было в этих учреждениях. Эта книга уникальна тем, что разные люди, решающие собственные задачи через волонтерство, рассказывают, как это происходило в их жизни. Больше я вам рассказывать не буду, потому что это нечестно. Потому что я тоже сейчас ловлю себя на мысли, как в кино, не смей рассказать про то, что там будет в конце. Про то, что тут будет в конце, я рассказывать не буду. Мне кажется, это продолжение следует, но это очень вот прочитать, прочитать, увидеть, услышать. Я вообще, когда смотрела эту книгу, ощущение, что я с каждым из этих людей разговаривала. Поэтому я всем очень настоятельно рекомендую. Я так-то была фанатом у Юры. Сейчас я фанат уже вдвойне, потому что он сумел создать. Мы же все в некоммерческом секторе, нам же быстрее делать. А чтобы сесть и писать, это вообще, ну когда-нибудь я это сделаю, возможно, в следующей жизни. Вот то, что они все-таки собрали эту махину и сделали вот такую книжку, которая еще и эстетически очень приятно держать в руках, это великое дело. Поэтому спасибо вам большое, Юра. И я надеюсь, у вас фанатов, как почитателей, прибавится еще больше. Спасибо, коллеги. И ждем вас к нам сюда не только в качестве гостей, но и в качестве партнеров, друзей. Ну и давайте дружить семьями.